Второе место в номинации «Дебют» и повышение рейтинга в ассоциации «Золотая игла». Олеся Сотина представила на конкурсе комплект из коллекции «Лови волну». В этот раз девушка выступала в роли модели. Перед Олесей стояла задача войти в образ и за короткое время показать достоинство костюма. Во-первых, выступление должно быть динамично, но не должно быть скучно. За одну минуту можно как можно с разных ракурсов, как можно больше показать свой костюм. Комплект сшит из эластичной ткани полиэтилена. Для объема и фактуры прошит флисом. Главной убор достаточно громоздкий. Олеся призналась, что выступать в нем на подиуме было сложно. Очень, я бы сказала, сложно, потому что очень тяжело, жарко, душно. Но, думаю, это стоит этого, чтобы показать себя, показать работу. Олеся выступает не только в роли модели. Она сама создает и шьет комплекты одежды. Пальто из батика, украшенное вышитыми цветами – одна из последних индивидуальных работ. На последнем конкурсе весь коллектив детского театра моды отметили дипломом участника. Выступив на этом конкурсе, мы, конечно, не получили ни первого, ни второго, ни третьего места, но заработали тем самым баллы. И мы поднялись, соответственно, в списке ассоциации «Золотая игла», ну, может быть, чуть-чуть повыше. Но рейтинг наш, ну, как бы увеличивается, повышается. Сейчас все участники театра моды готовятся к очередному конкурсу и шьют новую коллекцию. Очень интересная коллекция, очень такая сногсшибательная в таком стиле. Я бы даже сказала, что до этого Русь не делала в таком стиле. Детали новой коллекции мастерицы держат в секрете. Времени до конкурса остается совсем мало. В начале апреля девушки отправятся покорять своим творчеством столицу. Елена Крискова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.